9 июня состоялась онлайн-конференция с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым, посвященной содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников вузов. В своем вступительном слове глава Миноборнауки выразил стремление ведомства упорядочить эту деятельность. Он акцентировал внимание на связи университетовых школ и работе региональных центров «Сириус», действующих на платформе образовательного фонда «Талант и успех». Ректор Ильшат Гафуров представил опыт Казанского федерального университета в этом вопросе. Университет реализует собственную программу работы с талантливой молодежью. Вы знаете, наверное, что у нас в составе университета есть два лицея. Один под названием лицея Лобачевского, другой, значит, IT-лицея. Так вот, 101 ученик наших лицеев прошли обучение в центре «Сириус». Значит, 28 человек продолжает обучение и сегодня. Ильшат Гафуров рассказал об организации занятости обучающихся и выпускников в КФУ. Сегодня в университете Казанском эта работа осуществляется центром по организации временной занятости обучающихся, который создан в департаменте по молодежной политике и отдельно департаментом образования университета. В рамках своей деятельности университет, как мне кажется, достаточно эффективно взаимодействует с работодателями в сфере содействия трудоустройства студентов и выпускников. Ректор перечислил возможности студентов в области трудоустройства, которые им предлагает ВУЗ. Это прежде всего и организация стажировок и практик студентов на предприятиях, поиск мест работы для частичной занятости студентов, изъявивших желание работать свободно от учебы времени или период каникул. Привлечение представителей и работодателей к учебному процессу и к проведению государственной итоговой аттестации. Так, например, в Высшей школе интеллектуальных систем и информационных технологий нашего университета две трети образовательных программ формируются работодателями. Соответственно, практически выпускники, а это в основном айтишники, они 100% устраиваются в эти же компании. Помимо прочего, для учащихся и выпускников ВУЗа проводятся консультации по вопросам составления резюме, планирования карьеры, существующих технологий поиска работы, специфики прохождения собеседования, организовываются ярмарки вакансий и тематические встречи работодателей со студентами выпускных курсов. По данным отчета на 2018-2019 год, под трудоустройство, а у нас выпускников было 7167, составило более 80% по всем направлениям подготовки. По некоторым направлениям подготовки данный процент приближается к 100, например, направление биологии 98%. Ильшат Гафуров также акцентировал внимание слушателей на поддержке иногородних и иностранных обучающихся и возможностей их временного трудоустройства. Все вакансии работодателя для временного и постоянного трудоустройства, прохождение стажировок своевременно размещается на сайте университета в разделе «Университет и общество» под разделе «Вакансия». В настоящее время ведется разработка единой информационной платформы, которая объединит обучающихся, выпускников и работодателей. На сегодняшний день благодаря такой поддержке уже нашли работу 197 студентов, 91 из которых являются иностранными гражданами. Ректор подчеркнул, что работа на этом не остановилась. Еще более 2000 вакансий было предоставлено в рамках взаимодействия с министерствами, ведомствами, центрами занятости населения и компаниями Республики Татарстан. Глава Миноборнауки России высоко оценил проведенную КФУ работу. Он подчеркнул, что государство, безусловно, будет всячески оказывать поддержку университетам, но и от усилий самих вузов зависит их репутация в регионах. Ильшат Гафуров в свою очередь вышел с предложением к руководителю фонда о создании на площадке астрономической обсерватории КФУ совместного проекта в области исследований космоса для школьников и студентов. Камиль Гимаздинов, Веля Табасова, Ленардо Валетяров, Универ Ньюз.